Прощенная неделя начнется в Нижнем Тагиле с понедельника. В предстоящие 7 дней вы, конечно, можете попросить прощения у друзей, родных и близких, но при этом не забудьте вернуть в библиотеку залежавшиеся на полках книги, если такие у вас есть. Продолжит Сергей Гитманенко. Ходить в библиотеку вновь становится модно. Тагильчане все чаще берут в руки не электронные книги, а бумажные издания. В Центральной городской библиотеке отмечают, количество читателей каждый месяц увеличивается. Книга-выдача составляет порядка 15 тысяч экземпляров, а это около 4,5 тысяч человек в месяц. Мы в последнее время увлекались чтением через интернет и все-таки решили вернуться непосредственно к библиотеке, потому что, ну... Все-таки как-то более старые методы, они привычнее, как бы удобнее. В интернете устают глаза читать, а вот так как-то даже поприятнее, когда держишь книгу, ты ее ощущаешь как бы... Однако, чем больше читателей, тем больше должников, забывающих вернуть книгу в библиотеку. Именно для таких горожан и проводят прощенную неделю. У нас, ну, с давних пор существует такая небольшая проблема, когда наши любимые читатели не вовремя возвращают книжки. Мы, ну, всякое придумываем, чтобы только вот людей как-то сподвигнуть, что книжку нужно вернуть в библиотеку. Книжка должна быть на своем месте, на полке. Прощают забывчивых посетителей в Нижнем Тагиле уже почти 10 лет. Акция неизменно приносит результат. Порой он оказывается даже выше ожиданий. Бывало, что мы ждем, что нам вернут там две книжки, а человек принес пять книжек. Вот в прошлом году такое было. Проводят прощенную неделю в городской библиотеке, когда количество должников сильно вырастает. К держателям не применяют никаких санкций. Платить штраф или выслушивать брань не придется, уверяют устроители. Никаких замечаний, никаких назиданий. То есть, человеку тоже очень важно, что вот его не ругают, да, когда он пришел, сдал книжки. При этом ехать в центральную библиотеку не нужно. Книги можно сдать в любой филиал, а они есть в каждом районе города. Пройдет прощенная неделя в Нижне-Тагильских библиотеках. С 29 сентября по 4 октября. Как говорится, почитали и хватит. Константин Новоселов, Сергей Гетманенко, Реальный Тагил.